Между прочим, если мы уже говорим об ответке, то и ночью мы атаковали в Воронежской области склад боеприпасов. Они, конечно, все сбили, но потом что-то начало детонировать. Даже удивительно, что из очень приятного, но не определяющего в одном экземпляре сбития на Донбассе Су-25 российского, судя по всему, пилот погиб, и это приносит особое удовольствие. Но россияне должны привыкать вот к такому. Давайте не забывать о том, что уже 21 день украинские войска находятся на территории Курского. Вы считаете, Андрей Владимирович? Я считаю, потому что это позор. Нет, вы считаете, Андрей Владимирович, я помню, сколько длится у нас СВО, вы у нас штатный счетовод. Да, я еще раз напомню, что через 84 дня будет тысяча дней войны. Это тоже позор. Это с вашей точки зрения личное, Андрей Владимирович, или это вам киевские товарищи попросили? Это моя личная точка зрения. Я все-таки исхожу из того, что это не позор для Российской Федерации. Фашистской, конечно же. А начало этого позора. Вы смотрите, когда кто-то там на болотах вспоминает о том, что в Рашке была Курская область, сразу набрасываются, называются счетоводом. Долгая война. Кто бы мог подумать, что можно, знаете, что сделать? Это же вообще инфопреступление в российских реалиях. Это называется проведение причинно-следственных связей. Когда российскому населению говорят, ну, смотрите, Курск-минус, война 2,5 года и уже несколько дней. Большая война, а глубина поражений. Она что? Она увеличивается. А куда она увеличивается? А? Она отрицательно увеличивается вглубь Украины. Ну и, конечно же, НАТО. Отрицательно до Лиссабона. Было бы стыдно сегодня за то, что происходит. Как работает наша армия. Значит, я еще раз хочу сказать. Мы, к сожалению, опять, в очередной раз живем иллюзиями в отношении Украины. Что там все разваливается и так далее. Извините, вот этот дрон поленица реактивный, который входит в серию уже, имеет дальность 560 километров. Кто его знает, какая его дальность? Может быть, там будет специальная модификация. Специально для жителей Москвы. From Kiev without love. Ну и дальше там про смерть российским оккупантам. Хотите, можно даже сформулировать так. Москвичи. Причем и Бурятия поддержит, в случае чего. И может даже Санкт-Петербург. Мы же знаем, где живут самые зазжавшиеся. Живут лучше всех, а платят за войну кто? Самые бедные. Но это же несправедливо. Мы это будем решать каждый день и каждую ночь. Вот она история про дрон поляной ця. Может быть, действительно предложить еще дрон серии шибыной ця? Нереактивный дрон новой модели. Имеет дальность 2000 километров. Который тоже уже запустил серию. И скоро будет наносить уже удары по нашим предприятиям на Урале. Ростов, Белгород, Курск, Ярославль, Саратов, Энгельс. Это все, извините, примеры того, что происходит. А мы закрываем глаза. То, что вы назвали, это осуществляют диверсанты местные. Какие диверсанты? Какие диверсанты? Да такие. Норкин, тебе никто не даст денег. Ты даже уже врешь неубедительно. Вот этот тот момент. Вот правда. Вот он уже наступил. Что надо подписываться на этот YouTube-канал с поэтическим названием Роман Сымбалюк. Все знают, что дроны прилетают. Ну что же, это же как в Саратове в высотку бахнуло. Все же видели, он летел и пел песню «Смерть российским оккупантам». Просто ее не все услышали. А мы услышали. Мы все очень четко понимаем. Это еще, внимание, они не говорят о том, что Украина начала производить баллистические ракеты. Слез будет. Ой-ой-ой-ой-ой. Значит, объясняю, к чему все идет. Это же так очевидно. Мы будем бомбить Москву. Да? А я знаю, возле Кремля есть газпромовская ТЭЦ. Начнем с нее. Одобряете? Какие в Ростове в этом самом... В Саратове? Да такие же, как вы. Хотите правду, я вам отвечаю, а то стыдно вам стало. А что, там таких вот ждунов нету, что ли? Или в Крыму их нету? В Саратове диверсанты были. Да, конечно. А что, нету, что ли? И пятая колонна, и ждуны. И они нанесли удар. Так, дальше что? Честно говоря, я не знаю, ждут ли украинскую армию в Саратове. Тут можно дискутировать. А то, что ее ждут в Севастополе и в Крыму, это факт. Я знаю таких людей, с одним из таких граждан Украины. Я даже уже недавно познакомился в Варшаве. Ждут. И вывод какой? Никаких проблем с реинтеграцией украинского города Севастополь не будет. Тем более бабушки, которые так хотели умереть в России, они уже умерли. Умерли при оккупации территории Российской Федерации. А те, кто понаехал, ну они знают, где был Крымский мост. Ну там можно переплыть. А, простите, я сказал был, я поспешил. Мы не будем делать преданонсов. И несколько слов вот об этой поленице, каравае, там или как это переводится, не знаю. Дрон-хлеб. Ну, хлеб, дрон, дрон-хлеб, дрон-каравай. Ракета с монокрылом, то есть какой-то гибрид беспилотника и ракеты, который оставляет приличный тепловой след. Да, с учетом того, что у украинцев остались технологии производства наших стрижей, еще советских, там, Ту-141, с дальностью там до тысячи километров, наверное, они могут свою поленицу запустить. Но никаких «но» не могут, а уже запускают. Это значит, что запах поляныцы, он будет, как мы только что услышали, глубина до тысячи километров. Тысяча километров означает поражение военных и инфраструктурных объектов далеко-далеко за Москвой, то есть в глубину Российской Федерации. Что получается? Что чем дальше проводится, как они говорят, специальная военная операция, тем меньше безопасных мест остается на территории России. Я вам рекомендую переезжать в Воркуту. Мы туда лупить не будем. Тем более говорят, что там есть бесплатное жилье. Ну или за один рубль. Хорошие квартиры. Только почему-то там пока никто не живет. Мы все исправим. Будете бежать из Москвы, роняя тапки. Оля будет ронять кроссовки Балансиага. Насчет того, что они начнут массовое производство этих гибридов, опять же, посмотрим. Но в любом случае, я думаю, что наши ВКС, наши средства противовоздушной обороны задача им абсолютно по силам. Генерал все понимает правильно. Вопрос в массовости. И он четко фиксирует, что будет массовая серия. Будут лететь десятки и сотни, а я бы сразу заказал десятки тысяч соответствующих систем поражения по российским объектам. И будут гореть и царь нефтебазы, и не только царь нефтебазы. А, но дело же в массовости. Вот именно в массовости. Я про это и говорил. Потому что их дроны уже сейчас и долетают, и по многоэтажкам в Саратове, что мы видели накануне. Евгений. Что-то только что было. Это что, Скобеев спорит с Норкиным? Тот говорил, что это запустили эти саратовские ждуны. Ну, я с саратовскими ждунами не знаком. Если вы меня смотрите, то оставьте несколько комментариев. Но тут этот дрон Поляныця, он настолько их впечатлил, что вот они как-то морщат свои репы и жопы, чтобы как-то сказать, что это не страшно. И проводят какие параллели? Из всего, что мы сегодня показывали, вот на усиление переговорной позиции похоже только заявление про выпуск вот этого какого-то супердрона, если это правда. Ну, вот вы получаете, да, действительно какой-то аргумент. Вы становитесь более мощным. А все остальное, это абсолютно... Андрей Леонидович, так же говорили про Абрамс. Да, естественно, если это параллели. И этому ведущему Ване тоже скоро перестанут давать деньги. Ну, как же можно сравнивать танк Абрамс с дроном Поляныця? Ну, то есть нам нужно и то, и другое. Но вопрос в том, что дистанция поражения российских оккупантов танком Абрамс какая? Ну, я не знаю, если постараться, наверное, до пяти километров и то. А дрон Поляныця летит на тысячи километров. Разве это не переговорная позиция Украины? Она же прекрасна. Каждый день мы зовем российских оккупантов на переговоры. И они все прекрасно понимают, ерзают и говорят практически прямым текстом, что Путин больной. Как сказал Зеленский, дед с выцвевшими глазами. Они считают, что за два с половиной года Россия не добилась тех задач, тех целей, которые были поставлены президентом. То есть демилизация Украины не произошла. Не на власти, не на экспекции. Но Украине через два с половиной года после начала СВО запрещена, запрещена Украинская православная церковь, Московская патриархия. Запрещена. И никто, никто ничего, к сожалению, с этим не может поделать. Понимаете? Вот они смотрят на это. Это первое. Второе. Они смотрят на то, что этот конфликт используется для того, чтобы Россию изматывать, изматывать, изматывать. И они считают. Все эти сказки про переговоры. Они считают, что это игра в долгую, чтобы просто сократить вашу репрессию. Это игра в долгую, которая к чему-то, в конце концов, приведет, возможно, к их задаче максимум. Это, мне кажется, очень странная аналитика. Еще очень небольшая ремарка. Понимаете, Украина и ее западные спонсоры исходят из известной поговорки Тедди Рузвельта «Говори мягко и имей с собой, носи большую палку, используй, если нужно». Прекрасная аналогия. И мы знаем, что этой палкой делать. У нас тут никаких бутылок, на которые садятся российские оппозиционеры, простите, садились в случае массовых протестов, не будет. У нас будет жестко и беспощадно. Потому что то, что сделали российские оккупанты в Украине, оно не предполагает прощения даже спустя многие-многие поколения. То, что сделал Путин, и россияне его поддержали, уже восхло в украинский эпос по борьбе с российским нацизмом. За независимость этой страны. Вот самое главное, они хотели, чтобы нас не было, а теперь получают все глубже и глубже. И воют, воют. И самое главное, еще чуть-чуть, еще немного. И обвинят в происходящем Владимира Путина. Лукашенко уже спрыгнул. Григорьевич молодец. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. До побачення.